Сколько сейчас по времени занимает? Один анализ с подготовкой минут 10-15. Потому что надо открутить, посмотреть, что может произойти сбой, так как аппаратура уже старая. Аппаратура старая, поэтому приходится делать все вручную. Свыше 82% оборудования Ульяновского областного кардиологического диспансера изношено. Парк УЗИ аппаратов здесь обновляли еще в 2012 году по программе модернизации здравоохранения. Но амортизация и большой поток пациентов вывели из строя один аппарат. Да и срок эксплуатации техники подошел к концу. Сейчас исследования приходится проводить на УЗИ аппарате среднего класса. Да и тот наладан дышит. На сегодняшний день наиболее актуальный, это, конечно, УЗИ аппарат экспертного класса. Причем стационарный, портативный. Это лабораторное оборудование. И мы собирали коммерческие предложения, даже 6 коммерческих предложений. Но это где-то 13 миллионов 800. Вторая серьезная проблема – летящая с фасадов зданий штукатурка. Изношенность корпусов составляет 97%. Все помещения больницы требуют серьезного капитального ремонта. Цена вопроса – почти 150 миллионов рублей. Здание было построено в 1967 году. Ход способом, водительским составом. Принадлежало оно департаменту автомобилестроения. Нам оно было передано в 2008 году. И, соответственно, только в 2010 году по национальному проекту здравоохранения выделялось небольшое количество денег, то есть 700 тысяч рублей на переход. Помочь привлечь финансы для медучреждений здравоохранения приехал сенатор Сергей Рябухин. В эти дни в регионе проходит заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике. Своё крепкое плечо региональной сфере здравоохранения Рябухин подставил еще в 2018 году, когда возглавил чрезвычайную комиссию по изучению ситуации отрасли. Нужно просто пакет заявочных сформировать. Поэтому я думаю, что по итогам этого осмотра, беглого такого объезда, мы будем докладывать на комитете эту ситуацию. Будем просить поддержки профильного комитета, чтобы в итоговом документе эти пункты были записаны. Финансовые поддержки в несколько миллиардов требуют и строительство нового лечебно-диагностического корпуса БСМП. Здание, рассчитанное на 250 ковек, должно соединить первый и третий корпуса больницы. Новая постройка создаст единый медицинский городок с вертолетной площадкой для санавиации. Если проект будет развиваться и позволят планировочные решения, естественно, средства, можно соединить наземными переходами с детской областной больницей. То есть банально поступает роженица, она может бортом и не надо двумя улицами ее вести в перинатальный центр. Земельный участок под строительство есть. К разработке проектной документации приступят, как только выделят финансирование. Тем временем первый транш денег – более 280 миллионов рублей – пустили на строительство детской инфекционной больницы на территории ЦГКБ. Предварительные работы уже начаты, то есть забор сделан, территория подготовлена. На следующей неделе, сейчас, в настоящее время, прокладывается отдельная дорога для проведения тяжелой техники, чтобы не беспокоить наших пациентов. И на следующей неделе планируется уже подготовка котлована. Больница общей площадью в 17 тысяч квадратных метров будет пятиэтажной и на 100 коек. Чтобы объект таких масштабов уместился, пришлось пожертвовать не одной сотней деревьев. Как оказалось, высокий гостей больше всего интересовал вопрос компенсационной посадки. Все-таки детская больница, мне кажется, и два десятка деревьев – это несколько разные вещи. 200 посадок. Во-вторых, действительно, в рамках благоустройства, мне кажется, можно прекрасно этот вопрос компенсировать. Всего на строительство больницы заложено свыше 2,5 миллиардов рублей. Из них почти 2 миллиарда – деньги из федеральной казны.